Расскажите о самом нищем поступке в своей жизни. Ну, у меня, конечно, не всё так жесток, как у остальных, но всё же я хочу рассказать свою историю. Первое. Моя мать работает в продуктовом магазине, и большая часть еды, которую у нас есть, просрочена. Нет, она её не ворует, эту еду должны выкидывать, но персонал магазина думает иначе. Второе. Также очень часто бывает так, что мне не хватает денег на проезд. Живу далеко от школы, и когда ко мне подходит контролёр, я делаю вид, что ищу деньги, но не нахожу. Стыдно. Третье. Вещи мне покупают только в школу, дешёвые и то немного. Всё остальное мне отдают соседи, чьи дети уже выросли из этого. Четвёртое. Про собирание мелочи вообще жиза. Понимаю, что для кого-то это будет просто рай, и я ещё в нормальном положении, но всё же... Были проблемы с работой, последние деньги отдала за квартиру, и неделю питалась двумя картофелинами в день с луком и кетчупом. А потом картошка закончилась, и пару дней я запекала лук с кетчупом в духовке. Купил пять пакетов кошачьего корма, пятью разными партиями, чтобы копейки не складывались, и я сэкономил 4 рубля. Когда я был студентом, денег практически никогда не было, но однажды мы с моим другом по комнате остались вообще без ничего. Мы сварили суп из банки кильки и трёх картофелин, мы растянули его на неделю. Порой, когда было нечего кушать на ужин, я набивал водой желудок и ложился спать. Старался спать до обеда, чтобы не завтракать. Мы с другом купили одну конфету на развес, у нас не хватило денег. Нам кассир простил, но когда мы эту конфету поделили пополам, она чуть не заплакала. Постоянно, нет, постоянно подбираю на улицах всевозможный ненужный хлам, и нахожу способ это использовать. Типа, лол, на земле лежит пустая упаковка из-под жвачки, нужно поднять, вдруг там осталась одна. Около стройки валяется огромная гайка, она же великолепна, садится на мой палец, будет кольцом. Старая бонусная карта какого-то магазина, срок действия, который давно истёк, поднимаю, конечно, из неё можно будет вырезать целых 3 или даже 4 медиатора. Кстати, моя гитара всем своим видом говорит, да, чуваки, на мне играют грёбанными обрезками пластиковых карточек. Нормального медиатора я не чувствовала на своих струнах уже очень давно. Я буквально на прошлой неделе таскалась по улице и старалась найти мелочь, чтобы купить себе роллтон. Когда я нашла 50 рублей, я буквально почувствовала себя богатой сучкой. Я хожу всегда в одной и той же одежде, не потому что у меня нет денег, а потому что я всегда ношу только одну вещь, пока она полностью не испортится. Потому что она мне нравится и другая мне не нужна. И с одной стороны это нищий поступок, а с другой, нахера мне два сета одежды, если у меня есть один и самый любимый. В конце года у нас в классе оставалось несколько мешков со спортивной формой и кроссовками одноклассников. Часто выясняется, что она либо уже никому не нужна, либо ученик переехал, перевёлся в другую школу и больше не вернётся за ней. Так вот, да, я забирала, стирала и носила эти вещи. Их бы всё равно попросту выкинули. Мне было стыдно и стрёмно, но когда во всём твоём гардеробе только одни штаны и футболка на весь год, а денег в семье никогда не бывает, то такие вещи отходят на задний план. Первое. Работала на мусороперерабатывающем заводе и взяла пару сумок. Ношу до сих пор. Второе. Когда-то часто ворвала сырки из магазина, чтобы у меня был хоть какой-то завтрак. Третье. Почти все вещи, что я ношу, мне отдали или подарили. Четвёртое. Забираю все салфетки из кафе, столовых, быстро, чтобы было чем подтереться. Первое. Когда у нас в общаге кончилась туалетная бумага, мы с соседкой взяли тубус от неё и пошли в Макдональдс. Там в туалете намотали на свой тубус туалетку с Мака. Счастливые пошли домой. Нам Рилли было нужнее. Второе. Под конец года у нас закончилась вся еда, а денег на новую не было. Мы прошли по всему этажу около 30 комнат и в каждой выпросили лук, картошку, соль и так далее. Таким образом сварили себе суп и дожили оставшиеся дни до конца сессии. По всему дому искала 50 копеек, чтобы хватило на хлеб. Не нашла, так и не купила его. Отец просил не выкидывать пакетики чая после 5-6 заварок, чтобы завернуть их в бумагу и выкурить. Взяла из класса одноразовый стаканчик и пользовалась им на протяжении полугода. Уронила в школе булочку и пока никто не видел, подняла её и продолжила есть. Ибо денег не было, а за весь день я ничего не ела. В школьной столовой остались с друзьями поиграть в мафию. Все купили себе что-нибудь, а я сказала, что сейчас приду и пошла в раздевалку в надежде найти на полу несколько рублей, чтобы купить хотя бы чай. Нашла, но когда купила только стакан чая, друзья увидели и купили мне булочку с шоколадкой. Если вы вдруг читаете это, то знайте, я вас люблю. Попросила шоколадку взамен на помощь с рисунком и домашкой, ибо не было денег на сладости. Два моих друга купили больше 25 аленок. И снова, ребят, я вас люблю. У меня оставались единственные древые колготки, а штаны протерлись. Я пошла в юбки и старалась закрыть дырку. В итоге притворилась, что она появилась только что и замазала её чёрной ручкой. Колготки были чёрные и так было не видно. О господи, ещё много чего было, всего и не вспомню. Готовила суп из специй, воды, соли и галушек. Что были из муки, соли и воды. Из этого же делала коржики вместо хлеба. Я родился в 2000-м. Тогда в нашем маленьком городе толком не было работы, и мой отец, дабы прокормить нас, варил решётки на окна а-ля 90-е. Денег хватало только на моё детское питание. Оно было самым лучшим, что могли позволить тогда мои родители. Они же питались хлебом с молоком, растягивая одну буханку в день на двоих. Сейчас всё стало намного лучше. Отец владелец среднего предприятия, мама флорист. Я открыл ИП и налаживаю своё производство. Но те времена, мы не забудем их никогда, и теперь от случая к случаю стараюсь помогать молодым родителям, чьё финансовое положение оставляет желать лучшего. Заваривала чай в сахарнице, где давно не было сахара, потому что денег не хватало. Благо сейчас я могу себе позволить многое, но те времена всё равно как вьетнамские флэшбэки. Покупаю вещи, не выбрасываю чеки и не отрываю бирки, и возвращаю их в магазин через неделю. Так за год я не потратил ни рубля на верхнюю одежду. Первое. Работал в кинотеатре и доедал попкорн, который оставляли люди после сеанса. Второе. В ТЦ стояло декоративное дерево, листья которого были сделаны из карамели. Но я и съел эти листья. Проходил мимо МакДака и увидел, что на столике поднос с едой. В тот момент у меня не было денег, чтобы купить что-то, так что я съел за тот столик и доел то, что там было. Ещё несколько раз заходил в библиотеку за бесплатным интернетом и зависал там часами. Поднимала мелочь, которую разбросали в память о погибшей родственнике моей подруги. Мне было 10 и денег мне не давали. Тогда я была в деревне и хотела мороженого. Набрала 30 рублей. Люди приехали и бросили велосипед. Мне стало об этом известно. Я забрала велосипед. Он весь скрипел и был ржавый. Я отёрла ржавчину железной губкой, смазала его, купила чехол на седло, цепь с замком, корзину прикрутила для покупок. Теперь езжу на нём в магазин. Машины у меня нет. Таких велосипедов у нас много в гараже. Брошенных, ржавых, косых. Собиралась деревьев, яблоки, абрикосы, шелковицу, сливы, шиповни, которые росли в городе. Зимой в школу ходила в пуховике, который был ветровкой. Самый мой тёплый зимний пуховик был демисезонным пальто. Всё детство проходило в обносках от кузин. Из новых вещей, купленных специально для меня, за всё детство помню только три вещи. Демисезонное пальто, зимние сапоги с мехом и весеннюю шапку. Покупая ручку в канцелярском, пыталась расплатиться копейками. Продавец разозлился, сказал, что у него такого брехла целая коробочка. Хочешь, мол, я тебе её отдам. Я оплатила ручку более крупными и забрала предложенные мне монеты. А также у меня остались мои копейки. Я была очень довольна, потратила их в соседнем магазине. Первый год учёбы за границей, родители оплачивали мне языковые курсы и стипендии. От универа не было. Деньги на жизнь посылали родители, но для этого нужно было сначала сказать, что предыдущие деньги закончились. Но делать это было пиздец как стрёмно. Так вот. Было время, когда я жила на 100 рублей в неделю и ела отварную смесь риса и овсянки. Иногда я шиковала и тёрла в рис немного моркови или лука. Это был мой фирменный плов. Делала офигенное блюдо, которое назвало «комочки». Муку смешивала с водой и варила. Старалась как можно чаще гулять с иностранными друзьями, потому что по их менталитету обычно они угощали меня как иностранку. Да, мне стыдно за это, но с голодухи и не на такое пойдёшь. Был знакомый фотограф, который часто звал меня на фотосеты. И после этого всегда покупал мне фрукты пакетами. Я ненавижу фотографироваться, но ходила я нередко. Я не могла признаться русским друзьям в том, как всё обстоит. Поэтому, когда все собирались на посиделки за фильмом, я говорила, что не ем сладкое. Чипсы, газировки и всё в этом роде. Чтобы не оправдывать, почему я не покупаю всё это. Сейчас с тех пор прошло чуть больше года. Я сдала тест на знание языка и поступила на специальность. Получаю стипендию, которой хватает на жизнь. Зарабатываю любимым делом. Закончила первый курс. После всего, что было, мне уже не страшно, что ждёт меня впереди. Не было денег на кубик Рубика, поэтому приходил в магаз, говорил, можно попробовать. Разбирал, собирал заново и говорил, ну подумаю. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую ещё больше контента, переведённого на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok